Субтитры делал DimaTorzok Отец Василий? Вы опознались. Отец Василий! Субтитры делал DimaTorzok Моё сердце громко кричало. Не могу молчать. После нескольких моих выступлений о положении дел в Ташкенте, епископ Иннокентий отвёл меня в сторону и сказал, доктор, вам нужно быть священником. Был бы, если это угодно Богу. Был бы, если бы мироздание было тем, чем оно представляется материалистом, то не было бы в нём такого богатства и такой красоты форм. Я был посвящен в Якона, а уже через неделю рукоположён в Иерея. Спустя два года, в праздник Сретения Господня, я принял монашеский постриг с именем Лука и был рукоположён во епископа. Моё рукоположение произвело огромную сенсацию в Ташкенте. Ко мне приходили то студенты медицинского факультета, то профессора. Они не могли понять и оценить моего поступка. Для них была, безусловно, авторитетна только наука. Здравствуйте, Валентин Феликс. Я пытался объяснить им антинаучность материализма. Глупо признавать реальным только то, что мы видим глазами, и отвергать то, что не готовы принять разумом. Здравствуйте, Лев Васильевич. Разорвляли, то есть... Я не знаю, что именно нужно говорить в таких случаях. У нас для плавных операций. И ещё одного экстренного привезли. Ну, с него и начнём, пожалуй. То есть... Здравствуйте. Вы... Не вижу особых причин не оперировать. Субтитры создавал DimaTorzok Вы позволите? Конечно. Извините, отец Валентин. У Поповского сына вместо жопы Кадыма! Ухо! На тебе в ухо! Что? Вы закрыла! Вы маму загоняйте! Что? Защитничек? Смотри, ты серьёзно! Что? Бать контракт не научил? Что? 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 Это всё из-за него. Из-за отца. Он говорит, он людям помогает! А нам кто поможет? Ладно, пойдём. Софья Сергеевна ругаться будет. Ну что, пойдём? Валентин Феликсович! Ненадолго у нас эти проверки? Да кто его знает? Новая власть. Перепись имущества делает. Сами понимаете. Валентин Феликсович, ревизионная комиссия. Распорядились убрать. Григорий Александрович, пациент ваш, продолжайте операцию. Валентин Феликсович, постойте! Я прошу вас! Валентин Феликсович, а у вас же сейчас операция. Это место главного врача. Я освобождён от должности? Нет, почему? Присаживайтесь, пожалуйста. Только вы, доктор, войдите и в моё положение. Во время как по всей стране идёт борьба с религиозным мракобесием, в поликлинике, точнее в операционной одной из центральных больниц, висит икона. Как вы думаете, это одобрит вышестоящее руководство? Я думаю, вышестоящим руководству главное, чтобы здесь лечили людей. И чтобы для этого были созданы нормальные условия. Для меня, как для человека верующего, нормальные условия – это икона, которая висит на рабочем месте, то есть в операционной. То есть вы, доктор, не можете оперировать без иконы? Почему? Могу. Но в положительном исходе операции я буду не уверен. А хирургу без уверенности в операционной делать нечего. Зосим, разрешите откланяться. Стойте! Вы знаете, если бы не личное пожелание Виолетты Алексеевны оперироваться именно у вас, мы бы с вами, доктор, разговаривали абсолютно по-другому. Сидоркин! Звали? Принеси из автомобиля икону, которую взяли в операционной, и отдай доктору. Слушаюсь. Ступайте и оперируйте. Благодарю вас.